Так, вот эту пшеничку ещё убираю... Да ё-моё, кто там звалит, отвлекает? Алё! Алё, привет, Пиксель. Ну вот, собственно, то, что я тебе и говорил. Машина всё-таки попала в ДТП. Давай, бери жителей, дуйте в лес. Мэр, ну ты издеваешься, но я только на работу вышел. Ну давай хотя бы да убираю уже. Потом же опять не доделаю. Не нужно со мной спорить. Давай быстрее, бери жителей, отправляйтесь в лес и скорее ищите машину. Потом ты за неё отвечать будешь. Всё, конец связи. Капец, ребята, всем привет, меня зовут Пиксель и прямо сейчас я нахожусь в деревне жителей номер 13. Это, в принципе, логично. Каждое утро я тут начинаю свои ролики. В общем-то, ребята, сейчас расскажу, что произошло. Только для начала хотя бы одну грядочку да убираю и отнесу это дело всё на склад. Сегодня в нашу деревню, ребята, должны привезти отборную древесину. Вот прям для того, чтобы всё укрепить, ребята. Уже окончательная, конечная подготовка к зиме, ребята. Мэр очень сильно запарился и заказал просто огромный, ребята, ну я не знаю, как это называется, КАМАЗ. Вот огромную фуру, ребята, загруженную деревом. И, в общем-то, он сказал, что она немного запуталась, точнее, водитель из другой деревни. И, получается, ребята, забыл, где она находится и начал блуждать по лесу. И сейчас, когда он уже напал на нашу, ребята, деревню, так сказать, на след, просто-напросто попросил помощи. Ему там отказали. Ну и, короче, ребята, он попал в ДТП. И где-то сейчас в лесу он находится, ребята, и ждёт, пока мы его вытащим и будем разгружать машину. Но мне нужно взять всех жителей своей деревни. Так, жители, всё, 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 мэр сказал, все собираемся. Так, как его там, Марк вроде, передай там всем, чтобы все начинали идти в лес. Вы вот в ту сторону, я в эту. Всё, погнали. В общем-то, ребята, я, наверное, уже включу камеру, как немного пображу по лесу, потому что этот процесс будет достаточно долгим. Ё-моё, блин, ну, мэр, за что мне? Это только проснулся. Господи, ну и где эта машина, которую нужно разгрузить? Ребята, я уже тут, наверное, минуты две, а то и три бегаю. Я ничего найти не могу. Это уже какой, я не знаю, битый круг. Так, давайте в эту сторону пойдём. Я не то чтобы, ребята, ни следов не вижу, ничего вообще, да. Так, ё-моё, ещё спотыкнулся и... Подождите. Чего? Стоп-стоп-стоп-стоп, ребят. Подождите-ка, эй, жители, жители, я вот тут двери какие-то нашёл. Вы слышите меня? Блин, ребята, похоже, жители куда-то в ту сторону пошли искать ту самую машину, потому что найти её в этом лесу очень даже непросто. Где-то она застряла, но, ребята, я нашёл тут кое-что интересное. Нужно будет обязательно потом показать это жителям, но для начала я хочу в какую-то из этих дверей, конечно же, войти. Дело в том, ребята, что такое попадается, конечно же, редко, и я такое вижу впервые. Овечка, может быть, ты что-то знаешь? Ну, вроде как она ничего не знает. Слушайте, четыре абсолютно разных дверей. Фиолетовая, синяя, жёлтая и красная. Давайте попробуем, ребята, зайти в левую. В принципе, почему бы, собственно, и нет. И давайте-ка здесь, на всякий случай, я поставлю спавенпоинт. Овечка, ты со мной хочешь? Ё-моё, ребята, какая-то она странная. И... Так, стоп-стоп-стоп. Ребята, ненавижу паркур! Так-так-так-так-так-так, выползаем, ребята. Осталось только потушиться, и всё будет хорошо. Так, ё-моё, вот это уже жёстко. Вот это действительно, ребята, серьёзно, потому что я очень-очень просто нубский человек, и в паркур я не люблю вот это вот играть, прыгать. Это всё, ребята, не моё. Самое главное дождать, пока я потухну. Прыгаю, прыгаю. Так, есть, ухватился. Вот сюда, есть, вот сюда перехватываюсь. Фух, ё-моё, это было стрёмно, ребята. Так, а что у нас здесь? Подождите-ка, проход какой-то, а не ловушка ли это часом? Буду идти на шифте, ребята, для того, чтобы не упасть в случае чего в прозрачные блоки. И нет, вроде как самая обыкновенная, ребята, дорожка. Так, а, подождите, судя по всему, мне нужно найти здесь какой-либо рычаг или что-нибудь подобное. Ну и потом, конечно же, просто, ребята, открыть дверь. Я думаю, что вы действительно тоже до этого догадались. Так, проверяем всё повнимательнее. И опа, булыжник есть. И опа, палка есть. Замечательно. Создаём, ребята. Крафтинг происходит у нас. Устанавливаем рычаг куда-нибудь вот сюда. И дверька у нас, в принципе, благополучно открывается. И здесь, ребята, нас встречает вот такой вот маленький и уютный сундучок. В котором у нас, вы подождите, серьёзно сейчас? Четырнадцать фукелов, ребята, шесть жареной курицы и деревянная лопата. Всё это, ребята, я нашёл в этой комнатке. Ладно, хорошо. Так, ну опять этот дурацкий паркур, ребята. Ну вот тут уже будет достаточно проблематично выпрыгнуть. Так, ну-ка. Ё-моё, ребята, так, выжить, выжить, выжить. Короче, лучше я уже включу камеру, как поднимусь, потому что это может затянуться надолго. Есть! Фух, ё-моё, еле допрыгнул. Короче, ребята, пришлось ещё за эти прутья хвататься. Так, всё, закрываю эту дверь, ребята. И знаете, лучше, на самом деле, с помощью этой лопаты я буду застраивать те двери, которые я уже заходил. И фиолетовая дверь, ребята, с ней, так сказать, окончена. Жители! Да ё-моё, куда их понесло, блин? Ладно, ребята, может, они там уже машину нашли. Хотя, не думаю, что это получилось так быстро. Я тут пока что займусь вот этим путешествием. Так, и подождите, и как-то мне, провозите меня пройти? И... Стоп! Вы видите это? Текстура блока не совсем обычная. И... Опа! А это, ребята, сейф плотника! Тайничок вы тут решили! Ага, понятно. И вот такой же выпуклый. Огромное количество досок. Как я понимаю, ребята, как бы эта дверь нам намекает на создание железной кирки, получение достижения, ребятки. И погнали! Что же? Погнали, погнали, погнали. Сейчас посмотрим, что из этого у нас вместе с вами может получиться. Так, давай, 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 вперёд. Так, тут немножечко придётся, ребята, прокопаться всё-таки рукой, потому что нету у меня вспомогательных никаких вещей. Так, давайте-ка вглубь. Я так понимаю, нужно копаться. Нужно все вот эти адские камни скопать, да? И действительно, я оказался прав. И я спустился, ребята, в какой-то непонятный лабиринт. Так, что это у нас тут непонятненькое стоит? Блоки какие-то необычные. А, чё это за блок такой? Окей. Проходим мимо, ребятки, проходим. И слушайте, складывается впечатление, что здесь всё не так просто. Лабиринт выглядит слишком маленьким. И это очень сильно... Ну, вот знаете, на что похоже? Блин, я вот даже не понимаю. Если честно... Ну-ка, ребят, попробуйте прямо сейчас написать в комментариях. А я вот пока что всё ещё подумаю. Блин, ну... На какой-то не то ли проход, не то ли что. Мне... Слушайте. Я только что, меня осенило. Это похоже на дверь. Знаете, вот такую вот монолитную дверь в комнату, которая как бы должна заезжать. Давайте попробуем протыкать. Протыкать, ребята, каждую вот такую вот дощечку. В надежде найти какой-нибудь потайной проход. Я не знаю, так, факел это не то. Это тоже не то, ребята. Проход самый обыкновенный. Ну, ё-моё. Так, давайте-ка пробовать открывать. Мне кажется, что здесь что-то... О! Я же говорила! Почему? Слушайте. Блин, нужно было всё-таки протыкивать. А я просто простукивал. Окей. Проходим немного дальше. Открываем ещё одну дверь. И... У нас тут ничего нет, ребят. То есть абсолютно... Ничего... Что? Чего? Ё-моё! Меня просто, ребята, спасла. Не то чтобы моя интуиция, а ролик на YouTube-канале. То есть вы меня сейчас спасли, ребята. Если бы вы в этот момент не смотрели это видео, я бы не отвлёкся на комментарии. И таким образом меня бы просто там взорвало. Ё-моё, да это просто адская комната какая-то. Так, ну его нафиг, ребята. Застраиваем адскими кирпичами. Слушайте, с самого начала эта комната буквально намекала мне на то, что сюда лучше не заходить. Давайте-ка пойдём в жёлтую вот такую вот красивенькую дверь. Она веет добротой. И посмотрим, насколько это так. Так, спускаемся вниз. Что у нас тут? Факела. Снова факела, ребята. Почему так сильно эта карта... Ё-моё, сейчас потону, потону, потону. Почему так эта сильно карта любит факела? Так, вперёд, вперёд, вперёд. Так, отлично. Прошёл, ребята, и тут мини-паркурчик. Так, понял. Опа, тихо. Блина. И как мне теперь пройти? Так, давайте просто поставим под себя блок. В принципе, почему бы и нет? И, блин. Слушайте, да вы что, издеваетесь? Так, прыжочек. И... Опа. А тут, ребята, потолок достаточно низкий. И большая доля вероятности, то, что мои кривые руки сейчас неправильно нажмут на провел, и я упаду. Но, блин, всё. Отлично. И здесь нас встречает... Ё-моё. Вот это я понимаю, сундук. А то, что было до этого, это вообще не похоже было ни на что приятное, ребята. Просто мучения какие-то. 12 золотых яблок. Очень крутые предметы тут расположились. А также, ребята, пейнт-бакет, блэк-холл-бакет, также токсичный бакет и воид-бакет. Пустота. Слушайте. И огромная-огромная дверь. Если честно, ребята, мне кажется, что это какой-то тайник непонятного лесника или дровосека. Не знаю, как это правильно назвать, потому что всё это очень хорошо спрятано. И здесь вот такие вот, ребята, не очень приятные вёдра, которые, если попадут в не очень правильные руки, сделают ужасные вещи. Но, в принципе, я бы мог вам показать, ребята, только подальше отлетев от деревни. Сейчас самое главное выбраться из этой воды, потому что течение достаточно слабо и поднимаюсь я достаточно медленно. И если я задохнусь, ну, знаете, будет на самом деле не шибко весело. Так, нужен уже один пузырёк и практически без потери хп у меня получилось выбраться. Осталось только сломать, ребята, ступеньку, которая очень неудобно здесь установлена. Дровосек, который тут, скорее всего, живёт, мог побезопаситься, господи, о том, чтобы мне было удобно вылезти. И вообще у меня есть топор, слушайте. Так, давай-давай-давай-давай-давай. О, всё, выполз, ребята, отлично, замечательно. Так, ну вот эти вёдра меня, конечно, вообще не радуют, ребята, и это выглядит достаточно опасно. Давайте-ка я сейчас просто их спрячу в какой-нибудь сундук, потому что носить их с собой вообще не хочется. Создаём верстак, ребята, просто так же быстро его сюда устанавливаем. Сундучок есть, готово. И складываем это всё дело сюда. Надеюсь, что жители его не найдут. И, блин, вообще, где житель? Уже темнеет, блин. Так, ладненько, погнали в последнюю дверь. Красненькая. Надеюсь, ребята, что здесь будет что-то поприятней, потому что красный один из моих самых любимых цветов. И было бы не очень круто, если бы он меня так подвёл. Ну, я, короче, спускаюсь. Погнали. Ой, ё-моё, как много картины. В глазах так сильно ребят. И если мне кажется, где-то здесь есть тайный, ребята, проходят... О, слушайте, достаточно легко я это угадал. А что у нас здесь? Здесь сундучок. Слава богу, не ловушка. Три плиты, ребята, и одна лестница. И так... О-о-о-о, ё-моё, ребята, тут паркурчик. Слушайте, судя по всему, с помощью вентиляторов я сейчас должен каким-то неведомым для себя образом спаркурить, ребята. На всякий случай подготовлю блоки, ну, его лесом. И смотрите, наверное, нужно поставить лестницу куда-то так. Подождите-ка. Подождите-ка, как бы туда ухватить её. Да ё-моё. Возможно, это как-то сделать нужно в полёте, ребята, но это слишком рискованно, как мне кажется. Давайте я лучше пропишу Game Rule Keep Inventory, потому что мало ли что может произойти. И... Фух, погнали. Так-так-так-так-так. Оп! О-о-о! Офигеть! Получилось, ребята! Получилось! У меня получилось! Так, ставим плиту, и меня переносит. Отлично! Слушайте, какое интересное испытание. Вот такой паркур я люблю. До последнего не верил, что у меня может получиться перепрыгнуть и в полёте ещё поставить эту плиту. Устанавливаем, ребята, эту плитку сюда и забираем её обязательно с собой. Нет, она там осталась! Ладно, если что, вышибу дверь. Нажми. Мне это не нравится, ребят. В одной из комнат меня просто-напросто чуть не взорвал ТНТ. Поэтому нажимать на кнопку, которая так и манит, ребята, очень даже опасно. Ну, окей, нажму. И... Подождите-ка. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Это... Куда меня телепортировало? Это настоящие алмазные блоки? Окей, подождите, стоп-проверка, ребята. Моя стандартная проверка на настоящие алмазики. Смотрите, значит, мы берём блок, раскрафчим его в алмазы, выбрасываем все на пол. Так-так-так. Можете проверять своих друзей, если они пытаются вас обмануть. Именно таким способом. Подбираем, ребята. Пробуем скрафтить алмазный блок, установить и... Ё-моё. Ребята, это самые настоящие алмазы. Я до последнего не понимаю, как, ребята, это произошло и что меня, как бы, ну, я не знаю, привело в эти леса, ребята. Ну, конечно же, машина, мэр со своими дурацкими, на самом деле, поручениями. Но, ребята, тут я ему должен, так сказать, отдать честь и отдать дань уважения. Если бы не он этого крутого ролика, бы вы сегодня не увидели. Ладненько, ребята, пойду я помогать жителям. Что-то они уже давненько не выходят на связь. Я им так уже давно кричу. Вы пока что ставьте лайк, не забывайте подписываться на канал и на колокольчик нажимайте для того, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов на канале. Всем удачи, ребята, спасибо за просмотр и пока-пока.